Вы, конечно, вспомнили, что я в прошлый раз отвлеклась, так же как и я. Что-то я там пыталась рассказать вам, вообще говоря, о функциях, которые приписывали литературе традиционно. И мы пытались эти функции рассмотреть и увидеть, что они в сущности не могут быть выполнены. Припоминайте, какие у нас были функции? Компенсаторная, компенсировать ущерб, который наносит человеку цивилизация. Ее подменяет совсем незаметненько. Какая другая функция? Терапевтическая, совершенно верно, не то же самое. Следующая функция дидактическая, припоминайте. Вот, тоже хорошо. И тоже оказывается, что если бы она была выполнима, то нам бы жилось уже совсем по-другому, по всей видимости. И есть еще третья функция, которую мы более витиевато с вами формулировали, она связана с усовершенствованием человека и мира. Припоминайте. И были некие свойства, которые искали в литературе читатели, сообразуясь вот с этими представлениями о функциях. Если мы хотим, чтобы литература выполняла компенсаторную функцию, то какой она должна быть? Мудрейшие, вы пришли, я-то пришла. Я сегодня двоечников слушала, пока совсем не озверела и не обалдела. Вы меня простите, я сегодня умеренно, адекватно. Это действительно, вот, как-то мне тяжело сегодня далось, много очень пересдавали. Да, так вы мне должны помогать, ну и где наша помощь? Да, она должна быть, ну давайте посмотрим еще раз. Мы же это вот все уже, в общем-то, прошли, как я думала. Компенсаторная функция. Вспоминайте? Компенсировать ущерб, проливать бальзам на душу, да, израненную. Ну, чтобы бальзам был хорош для души, он должен быть какой? Он должен быть интересный, увлекательный, вкусный он должен быть бальзам, чтобы было приятно вот с этим бальзамом, да, как-то налаживать свои отношения. Значит, литература должна быть увлекательной, да, согласно вот этой традиционной функции, которую ей приписывали, да, увлекательной. Какой должна быть? Может быть, мерзкого вида бальзам? Нет, тогда это не бальзам на душу, это совсем не то будет, да. Это должно быть все-таки как-то красиво, да, красиво. И вот мы ожидаем, да, если мы с вами публика 19 века, мы ожидаем, что литература будет какая? Красивая, что ее приятно и легко будет читать, да. Мы правильно делаем, что ожидаем этого, может быть, от литературы 19 века. И совершенно напрасно будем ждать это, этого от литературы 20 века. Припоминайте мудрейший. Ну, вот и хорошо. Да, так как только мы услышим такое, что-то недостаточно красиво, мы сразу понимаем, это 19 век показывает свои уши, да. Нет, они какие-то странные сегодня. Я что-то рассказываю, не то? То? Ну, спасибо большое, котики. Вот дела. Ладно, в общем, да. Хорошо. Итак, для компенсаторной функции необходимо, чтобы литература была красивой и хотя бы местами, хотя бы частично, и чтобы она была увлекательна, чтобы читалась как-то приятно, да. Для того, чтобы она выполняла дидактическую функцию, какой она должна быть? Теоретически, какой она должна быть, если бы она хотела выполнить эту функцию? Какой? Просвещать. Она должна просвещать, да. И какой? Вот если она, ее задача просвещать, то какой она должна быть? Понятной. Нравоучительной. Все, в общем, верно и логично, и нравоучительной, и пророчествующей, и просвещательной, все хорошо. Ну, дидактическая функция. Представляете, преподаватель, да, пришел, вот я, к примеру, пришла, встала тут, сама себе все рассказала, бу-бу-бу, и ушла. Никто ничего не понял, я осталась очень довольна и удалилась. Это не может быть. Значит, литература должна быть понятной. Теперь представьте себе, вы сидите на лекции и страдаете. Ужасно. И только и смотрите на часы. Так они заулыбались подозрительно. Ладно, я сделаю, что я не вижу. И так, вот, мучительно, да, прямо неприятно сидеть на лекциях. Как вот преподавать о таком, если вам очень тяжело сидеть на лекциях, прямо худо. Как у него с дидактической стороной дело, да? Как-то среднее, да, наверное. У него есть какие-то проблемы с пригодностью для этого ремесла, наверное, да? Так вот, значит, и литература тоже должна быть какой-то вот интересной тоже, да? И должно быть как-то вот легко читать, легко воспринимать, правда? Так, мы думаем, чтобы она выполняла дидактическую функцию. Чтобы человек и сам не заметил, как его раз и всему научили. Припоминайте, да, такие иллюзии. Так вот, вот этим всем, вот что мы сейчас перечислили, этим всем не хочет быть литература. Она не хочет быть красивой, она не хочет быть увлекательной и интересной, она не хочет быть легко понятной. Почему она этого не хочет всего? Потому что она открещивается от функций, которые приписывал ей 19 век, например, да? Ясно? Вспоминайте? Ну вот и чудесно. Мы с вами хорошо в прошлый раз, по-моему, поговорили о том, почему именно в нашей стране есть некоторые сложности с восприятием того факта, что с этими функциями, с компенсаторной, с дидактической, есть некоторые сложности у литературы на протяжении, ну, так скажем, лет 150. И, по-моему, до этого мы остались на образе культурного человека, да? Есть такой момент? Ну вот и слава богу. Хорошо, значит, все-таки мы двигались в нужном направлении. Да, хорошо. Итак, к концу 19 века становится более или менее ясно, как минимум писателям самим, самим творцам, становится ясно, что вот эти функции, которые им общество приписывает, невыполнимы. Публика подтягивается позже и частями. В некоторых странах публика подтягивается совсем поздно, в некоторых странах, не будем говорить в каких, публика подтягивается приблизительно сейчас. Ну вы же так уже коварно улыбнулись, да? Вот, вот прямо сейчас и подтягивается, да? Вот смотрите-ка, как раз тот опоздавший вошел, как вы удачно подтянулись, я прямо вижу, что вы иллюстрируете этот тезис. Ну хорошо. Теперь представим себе эту драматичную ситуацию. Вот публика думает, что она вообще знает, что такое литература, что литература вот она такая-такая-такая, для того, для того, для того. И вот такой-такой-такой она должна быть. Так это знает себе публика. Сами художники в широком смысле знают о себе другое, что вот этого всего они как раз не хотят делать, что от них вся публика ожидает. Теперь, как вам нравится такая ситуация? Как вам комфортно было бы самим в такой ситуации? Общество давит, вот, вы качаете голову, действительно, некомфортно, вам неуютно. Что вы будете делать, если вам очень неуютно, и вы, к примеру, одна-одинешенька среди вот этих врагов, среди публики? Вы будете как-то на эту ситуацию верить, как-то вы будете бояться немножко, да, и защищаться, реагировать, да? Вы можете строить домик вокруг себя как-то, да? Если вы, допустим, знаете, что где-то неподалеку есть тоже еще человечек в такой же ситуации, то что? Вы как-то с ним будете, да, перестукиваться с соседом по камере, да? Вы, наверное, будете как-то договариваться, вы будете какую-то группу образовывать, правда? И тоже верно, да? Узнаете рубеж 19-20 веков? Писатели сбиваются в группы, в стаи, да? Лететь, правда, они никуда не собираются. Действительно. И потому что они чувствуют агрессивную обстановку общества. Общество ведь сердится из-за того, что литература не соответствует ожиданиям. Это же обществу как неприятно. А как от этого неприятно художникам? Ой, прониклись, да? Хорошо, теперь подумаем, как же на эту принципиально неприятную ситуацию реагирует, вот реагирует, скажем, литература, реагирует писатель вообще, да? Чтобы нам прочувствовать это, так сказать, ну что ли, как на своей шкуре, на собственной, да? Примерим, примерим. Вот, к примеру, вот как вас зовут? О! А она забыла. Да, Алина, думай, думай. Полина, Полина, хорошо. Вот представьте себе, вот Полина, да? Она вообще знает, что она Полина, да? Вы, в принципе, в курсе. Нет, я вас очень вот эту ситуацию... Вот сегодня я очень понимаю, хорошо, она сейчас... Не спрашивайте меня, как меня зовут. Вот, вот вы Полина, да? Вы уверены в этом? Хорошо. Теперь представьте себе, что Полина пришла на лекцию, предположим, да? И вот мы все, мы все, вот скажем, что она не Полина. Причем будем говорить вот так, знаете, с уверенностью. Нет. Не Полина. Как вы себя будете, Полечка, чувствовать в этом во всем? Прямо разошлась, не на шутку, со своими аналогами, но... Вы можете так сказать, ну, это меня все не касается, вот чепуха, да. Как можете отреагировать? Нет, 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 давайте не будем сравнивать, мы лучше все будем сравнивать только с литературой, без главврачей в сумасшедшем доме. Это не обязательно, я уже иногда и так себя ощущаю немножко, уже практически на месте, да? Вот, но не будем о грустном. Хорошо. Значит, вот если все говорят, что вы не Полина, вы вот... Какая будет ваша первая реакция? Вот прям так сразу и отреагируете, да? Вы скажете, мне наплевать, что вы думаете обо мне, да? Вот я-то знаю, что я Полина, такая будет логика, да? А вы можете думать, что хотите. Так, теперь посмотрите, вот, ну и что вы будете дальше делать, если все по-прежнему будут к вам обращаться, вот, Ася? Вот, что вы будете делать? Давайте, соображайте. Это вот, вы думаете, что я так любопытство ради... Нет, это все нам нужно для осмысления литературных процессов, хотя бы это сразу нелегко поверить. Может, я подумаю, что я сплю. Да, вы можете подумать, что вы не туда попали, то есть вы где-то не там, где вы думали. Да, может быть, вы родились не в том времени, подумайте вы, да? Как-то, да? Если вы литература... Теперь пример, если это литература, то в чем состоит эта реакция? Да, конечно. В принципе, посмотрите, вот если это Полина, а мы все ей говорим, что она не Полина, так эта ситуация приблизительно похожа на ту ситуацию, в какой оказалась литература на рубеже 19-20 веков. Она-то знает про себя, что она вот литература, а публика там округа говорит, да ну что ты, какая же ты литература? Литература должна нам и это, и это, и поэтому она должна быть такой, и такой, и такой. А это разве такой? Нет. Да мы вам скажем, Полина, да Полина в розовой кофточке. И вообще блондинка. Совершенно не та. Значит, тогда как вы будете реагировать на это, в общем-то, экзистенциально сложная ситуация, согласитесь, да? Вы можете упорствовать, наставить на том, что вы Полина, да? Да? Соберем. Если применим эту реакцию к литературе, то что получается? Получается некий конфликт, действительно, между творческими людьми и публикой. Творческие люди сбиваются в стаи, как мы уже с вами договорились. Они как доказывают публике, что они вообще-то вполне даже Полина, то есть вообще даже литература, только это публика не понимает? Они кричат и шумят, например, если их уже довели. Ну, сначала, наверное, они говорят культурно, да? Сначала они пишут манифесты, да? Они пишут эссе, они печатают все это в газетах, они рассказывают, что такое литература, то есть Полина, в нашем случае. Вот такая она должна быть. Потом, когда их все равно не слышат, ничего мы не знаем, все равно это не Полина, все равно это не литература, тогда что? Тогда они могут, в общем-то, и рассердиться. И может случиться, подождите, уйдем позже. Сначала рассердимся. Сначала мы рассердимся, начнем кричать и шуметь. И если все равно нас не слышат, то мы что сделаем? Мы дадим пощечину общественному вкусу. Вы улавливаете, да? Мы начнем реагировать уже бурно. Мы попробуем все-таки как-то доказать, устроим публичный диспут какой-нибудь, да? И пощечину общественному вкусу. К примеру, это нам уже знакомо, начало 20 века, в нашей стране как раз. Футуристы, да? Узнаем. Прекрасно. Если все это не помогает, а литература, конечно, так реагирует, она пытается доказать, она пытается объяснить все в манифестах, она пытается встретиться с публикой на диспутах, пытается организовать публичные дискуссии, пытается как-то достучаться, так сказать, до читателей. Не получается. Значит, еще одна может что-то сделать, другое, одновременно. Я не говорю, что это все последовательно, сначала одно, потом другое, потом третье. Ну, это мы так с вами рассмотрим. А вообще, все это симультанно, так сказать, одновременно происходит. Она может обидеться, вы сказали, да? И уйти, где-то вот здесь была такая еще версия, да? Куда же она уйдет? Может, притвориться Полиной? Подождите. Сначала она обидится. Давайте не будем сразу всей реакцией. Пускай сначала она обидится. Обиделась и ушла в угол. Засела, и она вот Полина, она и пишет, как Полина, и сама знает, что Полина. Ну, ничего, что мы все думаем другое. Это на что похоже? Писатели, художники удаляются куда? В шоколадку пишут. Ну, приблизительно так, да. То есть пишут, в общем-то, ну, либо в стол пишут, да? Такое есть даже понятие у нас, да, письма в стол. Либо удаляются, ну, так сказать, вот в башню слоновой кости, запираются в какую-то вот скорлупу, что-то себе там наращивают вокруг, вот, на всех обидевшись и не обращают внимания. Такая реакция есть. Какие вы вспоминаете примеры такого рода? Ну, такая, фактически, это получается уже литература для литературы. Если публика такие странные, имеет взгляды на наше творчество, то вообще она нас не касается, эта публика. Отдаляемся тогда от более или менее широких слоев публики. Пишем в основном для себя. Литература для литературы, о литературе и так далее, да? Башня слоновой кости. Ну, из нашей традиции, которая вам хорошо, наверняка, известно, символистов можно вспомнить в этой связи. Не всех, конечно, но такая позиция существует. Хорошо. Что происходит дальше? Итак, художник, предположим, да? Предположим, он не пошел ва-банк, он не стал спорить с публикой, он просто удалился. В общем-то, это была ваша первая реакция, да? Ничего, что все думают другое, я-то про себя знаю, да? Отдаляемся в таком случае, потому что кооперация какая-то уже невозможность, если все думают, что вы не Полина, а вы так другого мнения придержите. Итак, вы остаетесь, в общем-то, в одиночестве, без публики, вот в этой башне слоновой кости. Чем заканчивается этот путь? Часто. Ну, любой путь заканчивается смертью, так что это, конечно, как бы сказать, не новость. Дело, так сказать, в скорости продвижения, вот по этому пути, наверное. Во всяком случае, в башне слоновой кости пересидеть очень трудно, и именно в 20 веке очень трудно. В принципе, конечно, такая позиция в скорлупу какую-то забиться свою, да, она, конечно, опасна, как вы знаете. Скорлупа имеет свойство трескаться и больно резать того, кто в ней скрывался. И в конечном счете она все равно как-то рассыпается, эта скорлупа, и человек оказывается совершенно беззащитен. Если мы посмотрим судьбы писателей первой половины 20 века, отсидеться в скорлупе не удавалось. Либо в Первую мировую войну исчезали люди, в самом буквальном материальном смысле погибали. А кто уж остался еще в живых, тот во Вторую мировую войну подтянулся вот к этому клину журавлей. И, да, с этим ничего не поделось. Это позиция, которая почти не дотянула до второй половины 20 века. Просто потому что люди исчезли. Опасная, страшная позиция. Ну, к тому же, мы понимаем с вами, что забиться в башню слоновой кости какой-нибудь, это дело, конечно, хорошее, но можно неожиданно просто как-то выглянуть из этой башни однажды и увидеть там сильно изменившуюся страну. Помните, как немцы выглянули в 1933? Сильно удивились, кто успел. Страшно. Так что эта позиция жуткая, действительно, ей есть много примеров в литературе первой половины 20 века. И, конечно, она страшна и опасна. Хорошо, ну, мы как-то уже что-то загрустила, как-то я, да? Ну, давайте-ка лучше, какие еще есть реакции? Само пиар. Можно попытаться, да, но это уже как писать, пиаром заниматься самого себя, да, действительно, это будет тоже из разряда манифестов, да, получится, что человек пишет манифесты. А можно сказать, да, хорошо, вот Полина, например, скажет, ну, хорошо, я не Полина, кто я тогда, она спросит. Общество естественно скажет, что общество всегда знает, кто есть кто, правда? Мы обращали внимание, что в обществе есть такое свойство, такие вещи всегда знать. И вот оно, конечно, доложит Полине, кто она есть. И Полина может с этим согласиться. Уж по-честному или не по-честному, другой вопрос. Но она может делать вид, будто, если мы все скажем, что она Ася, она и будет делать вид, будто она Ася. Ну, чтобы правильно и комфортно делать вид, что она Ася, она должна разузнать, какая это она Ася. Мы ей расскажем, естественно, как общество, да, и так она и будет себя вести. Но в области истории литературы это какой путь? Предателей. Ой, ну, прямо сразу, как-то так вот прямо жестко, ну, что же это вот так? Популярная литература, конечно, популярная литература, предатели. Ну, немножечко. Вот, видите, видите, вот в этом смысле вы думаете, что вы не так действуете, как вся публика, а вот именно так, потому что вам тоже кажется, что вот она вам что-то должна. Это страшная идея, надо это лучше вот по этой дорожке-то не ходить, конечно. Но, во всяком случае, это возможная реакция, узнать, чего хочет публика, и примерно так вот и действовать. Ну, и, пожалуйста, так и получается, популярная литература распространяется и очень неплохо себя чувствует, и это возможный путь. Другое дело, что, конечно, в таком случае, если писатель хотел бы писать о чем-то, что не вписывается вот в представление публики, то у него не будет такой возможности. Вот это неприятность этого пути. Но этот путь используется. Хорошо, а теперь какая еще может быть реакция? Вот мы не все перебрали. Итак, мы можем что-то доказывать, мы можем обижаться, уходить в башню слоновой кости, если мы литература, да? Вот мы можем еще что-то делать. Ну-ка, давайте подумаем. Можно просто перестать писать, совершенно верно, да. Это тоже часто встречающийся путь, когда творчество переходит в какие-то другие сферы. Можно придумать что-то иное, попробовать, хорошо, если я не Полина, а Асию я быть не хочу, то буду-ка я, пожалуй, Галей. Я придумаю себе сама некие образы и этому образу буду соответствовать. Это наиболее распространенный путь. Литература, конечно, ищет каких-то новых путей, ищет новый образ самой себя и пытается этому образу соответствовать. Это тоже вот зачатки этого пути, пожалуй, через манифесты мы можем увидеть. Там как раз как будто бы декларируется, кто такая Галя, то есть кто такая, как выглядит литература другого типа. И тоже получается еще одна возможность. И все-таки это не все. Ну-ка, давайте еще подумаем. Как можно еще? Вот если вот мы упорно все говорим, да не Полина. Нет, смотрим так в глаза, лицо делаем честное. Поль, вы что будете делать? Вот еще, что вы можете делать? Может быть, не вы, не ваш характер, но все-таки. Вот, вот это очень хороший, вот это уже прекрасный ответ. Нет, Полина сказала, я не знаю, она будет в растерянности. Если она некоторое время будет пребывать в растерянности, а мы будем настаивать, не Полина, не Полина, тогда что может с ней случиться? Она может засомневаться. А Полина ли она? Ну, это не про Полину, нет. Это про кого-то другого. То есть она может задуматься о том, что вот если она не то, что мы все думаем, и может быть, она и не то, что думает она сама о себе, тогда спрашивается, что же она такой или кто же она такой, да? Это же логично, правда? Можно усомниться. И вот это вот интересная реакция литературы в 20 веке, ну и в конце 19 это заметно. Действительно, литература все чаще спрашивает себя, а кто же я такая? Что же тогда такое литература, если это явно не то, что думали раньше? И похоже, может быть, даже не то, что я сейчас думаю. Значит, как-то надо размышлять в этом направлении. И вот литература размышляет. И вот она размышляет о том, что она такое. И в этом состоит одна из очень важных реакций литератур на сложившийся, что ли, разрыв, зазор между представлениями публики о том, что такое литература, и представлениями самих художников в широком смысле. Вот поэтому-то в произведениях литературных все чаще отражаются рассуждения о том, что есть литература, что есть творчество и что есть искусство. То есть литература становится предметом самой себя, понимаете? Если мы представим себе, чтобы попроще, то литературу в виде некой фигуры, зеркала. Вот если раньше она держала зеркало так, что в нем отражались другие люди, окружающая какая-то ее реальность, да? Внутренний мир человека, или, может быть, устройство общества, может быть, космос, как-то так, да? То в 20 веке совершенно очевидно, литература все чаще поворачивает это зеркало к себе. И она же сама в этом зеркале торжественно и отражается. То есть предметом литературы становится все больше и больше она же сама, а не так называемый вне-литературный мир. Мир, находящийся за пределами литературного творчества. Ну, хорошо, скажете вы. Ну, вот она пишет все больше и больше о себе. Мы можем это ученым назвать. Мы можем сказать, что в 20 веке процветает так называемая саморефлексия литературы. Литература рассуждает, рефлектирует самую себя. Саморефлексия литературы. Мы можем сказать, что это саморефлексия литературы. Ученый, так выскажемся. Проявляется в поэтологических элементах в произведениях. Ну, что такое поэтологические элементы? Ну, поэтологические. Логос – слово о литературе, о поэзии, о творчестве как таковом. Вот такие вот элементы в художественных произведениях, где мы чувствуем, что речь идет о произведении самом или вообще о литературе. Называются поэтологические, поэтологические элементы. Мы их можем увидеть. И вот можно сказать, что в 20 веке саморефлексия литературы усиливается, а поэтологических элементов становится все больше и больше. Но сейчас, по идее, у вас должны быть скучающие лица. Потому что ведь сколько из нас литераторов? Вот скажите у вас, кто относится к этому цеху? Ну, хорошо. Вот литераторы мучаются, скажете вы. Вот они не могут понять, что такое литература, чем они заняты. Это для них естественно рассуждать и мучиться этими вопросами. Прекрасно. А нам-то зачем это все читать? Если мы литературой не занимаемся. Вот теперь давайте подумаем. Зачем же? Хороший вопрос, конечно. Я же знаю, когда задать. Когда он, по идее, должен бы как раз вот и назреть. Действительно. Для чего человеку, который не занимается литературным трудом, читать вот такие произведения, в которых прежде всего говорится о самой литературе? Вот что вы скажете. Зачем? Раз вы мне такой вопрос не задали, а я его задала, значит, вам придется на него и отвечать. Вот как я здорово придумала. Эй, быстрее вы будете вопросы задавать в следующий раз. Ну что? Может, все равно в этих произведениях отражается какая-то действительность того времени? Ну, можно, конечно, поэтологическое произведение, то есть литературу о литературе, читать в поисках, чтобы найти там что-то, что не является литературой, но чтобы оно там тоже отражалось, понятно? И мы даже немножечко найдем. Мы можем эти крохи найти, собрать, порадоваться. Да, это возможно. Но прямо скажем, если мы хотим составить представление о времени, в котором написано это произведение, то, наверное, правильнее читать что-то другое. Может быть, не поэтологическую литературу. Всегда есть социально ангажированная литература, есть идеологические, нагруженные тексты, есть, в конце концов, журналы, газеты. То есть есть что-то, что тоже свидетельствует о времени более напрямую, чем именно такой литературный текст, который, прежде всего, о литературе и повествует. Не давайте еще получше подумаем. Можно, конечно, и так сказать, что из-за того, что мы поэтологические вот эти тексты пропустили, а мы очень многие тексты такого рода пропустили, зачем трудящемуся такое читать? Не нужно. Очень много текстов пропущих. За счет этого, наверное, нам особенно сложно отслеживать современные тенденции в литературе. Действительно. Потому что, конечно, если мы хотим читать художественные тексты, мы должны как-то понимать, как проходят литературные процессы. Все-таки это нам должно бы помочь. И тогда не стоит пренебрегать размышлениями литераторов о своем творчестве. Разумно сказали, хоть вы сейчас, по-моему, не узнаете свою мысль. Но это правильно, да. Вот, правильно. Хорошо, так сказать, на будущее. Но кто из нас читает так стратегически ради будущего? Я лично нет. Давайте подумаем еще. Какую еще пользу может принести такое чтение? Ради прошлого. Ради того, чтобы систематизировать прошлое. Тем более, что мы можем, как еще мы можем подступиться к этим поэтологическим текстам? Ведь они, если человек размышляет о том, что есть литература, если он отражает это в художественном произведении, конечно, он опирается на довольно значительную традицию. Не будем делать вид, будто саморефлексия литературы началась в 20 веке. Это, конечно, чепуха. Саморефлексия литературы существовала всегда. Просто она не всегда была так заметна. И не всегда была так на первом плане. И в каждом произведении не всегда она встречалась. Так что, по-моему, везде. Но все-таки это существовало. И, конечно, всякий литератор, размышляя о том, что есть литература, опирается на какую-то традицию, довольно длительную, известные тексты, начиная с античности. То есть можно систематизировать наши представления о истории и культуре. Замечательно. Собрать воедино разные представления о том, что есть литература, что думало человечество по этому поводу. Это может быть, так сказать, можно испытывать некий спортивный интерес в отношении к этому. Хорошо. Еще что? Давайте соображать еще. Это не все. Можно просто ради чистого удовольствия. Почему не поиграть в эту игру в бисер? Это же тоже дело хорошее и приятное. Гессы у нас, кстати, в списке, по-моему. Не забудьте. Хорошо. Еще зачем? Нет, я от вас все-таки, пожалуй, не отстану. Для общей эрудиции. Для общей эрудиции, конечно. Красивые слова говорим сегодня. Ладно, еще. Но чтобы нам просто знать, раз уж все такой, незачем, просто по хорошему принципу, чтобы было в вашем быту так вот. Да, вот, да. Просто, просто, да. Ради чистого удовольствия. Ну, в сущности, это похоже, да. Хорошо. И все-таки это не все. Чтобы читать литературу уже не литературу, а нормальную литературу. Мне нравится. То есть вот та литература, которая о литературе, нормальная литература, а мы будем ее читать все равно, мы такие вот мазохисты, да, чтобы потом, потом, сейчас мы себе не разрешим, а потом, чтобы потом читать какую-нибудь нормальную литературу, то есть литературу, которая будет нам рассказывать о чем-нибудь, что нам ближе, чем просто литературное творчество, если мы литературным творчеством не занимаемся. Что-то я, по-моему, ужасно быстро говорю сегодня. Может такое быть. Так, все, как-то спешу. Так, я сейчас приторможу. Я приторможу, я сразу мнитель теряю. Все, значит, извините. Хорошо. Но все-таки еще, мы не все сказали. Ну, мы можем посмотреть, как автор. Ну, естественно, что автор, если он писатель, то ему актуально писать о своем творчестве, о вообще-то самом себе письме, поскольку он анализирует самого себя. Да ему-то это интересно, в этом же никто не сомневается. Зачем читателям это интересно, который... Можно, конечно, издалека посмотреть, как человек сам занимается самоанализом. Да, очень мило, да, может быть. Да, хорошо. У вас еще была какая-то версия, Поля? Можно почитать человек поэтологическую литературу. И что? Не надо рассуждать. А поэтологическую литературу пойдет на революцию. Нельзя, не порядок. То есть вы думаете, что это опиум для народа, да, это отвлекает человека от жизни, потому что это совершенно оторванный мир. Ну, кстати, мне вообще, на первый взгляд, это кажется несколько диким предположением, но мне лично это близко. Я, вы знаете, больше всего на свете, знаете, какую литературу любят? Совсем поэтологическую, мне больше вообще ни о чем. Вот только в чистом виде литература о литературе или еще лучше, литература вообще ни о чем. Вот о вакууме. Мне вот спросить, не о чем я занимаюсь с научной точки зрения. Больше всего я люблю заниматься изучением пустоты в литературе. Мне вот нравится. Знаете, ну вакуум в литературе, понимаете? Ну вот пример вакуума из того, что... Ну есть разные примеры. Вот Курт Воннигуд, например, в списке на вторую половину XX века будет. Бомбардировка Дрездена. Фильм... Ой... Не фильм. А книга. А фильм, кстати, я даже не знаю, наверное, тоже есть. Да, вот, надо мне посмотреть. Ой, нет, там, наверное, слишком наглядно. Лучше словами. Ну, рейтинг низкий. Рейтинг часто у лучших... У лучшей фильма низкий рейтинг. Вот. Но во всяком случае, там вот именно, что не описано в этой книжке, так это бомбардировка Дрездена. Понимаете? Вот вся книга о бомбардировке Дрездена прямо с самого начала заявлена и сквозь всю книгу... Вот это вот идет, что пишет человек книгу о бомбардировке Дрездена. И единственное, что в этой книге не описано с гарантией, и это мы понимаем уже в самом начале, что это и не будет, не случится с нами это чудо, да? Это именно бомбардировка Дрездена. Описания ее нет. И появляется такое, значит, просто, ну, такое говорение вокруг да около. вокруг некой пустоты, потому что это сказать нельзя. Молодец. И вот человек вспоминает другой пример о пустоте. Знаете, вот вы зря меня спросили. Вот ведь редиски. Я же сейчас как расскажу вам. Вот. Ну, я сейчас же прекращу. Ну, действительно, замок у Кавки, да? Вот говорение вокруг некоего объекта, который настолько неопределен, что ничего ему не может быть сказано. И вот, да? Зачем об этом говорить? Вот у нас тот же вопрос. Незачем, а почему? Неправильная постановка вопроса. Нужно не зачем спрашивать, а почему говорить? Потому что это что-то очень важное для человека, может быть, скрыто. Но не все же важное можно назвать словами, понимаете? И, может быть, самые важные вещи как раз словами обозначить нельзя. И тогда вот и остается об этих вещах, которые мы не можем напрямую назвать. просто вот говорить вокруг да около, как бы обрисовывая их очертания. Понимаете? Потому что напрямую назвать нельзя. Это вам при обучении вас, наверное, писательскому труду, журналистскому, говоря, что все, для всего можно найти точное наименование. Говорят, это неправда. Неправда. Потому что, конечно, нет. Как раз для самых важных вещей нельзя найти точное наименование. Вы наверняка вспоминаете какие-то ситуации, когда вы не находили слов. Ну-ка вспомните. Ну и что, это были самые неважные ситуации? Вспомните сейчас же. Ну не говорите никому, не говорите никому, даже соседям по парте. Вот видите, вот сразу же наглядно представили. Тихо. Вот. А ведь это были какие-то ситуации, когда вы были поражены, правда? Да. Вот. Вот именно. То есть что-то вас очень задело, что-то произошло очень существенное. И вот эти ситуации, это как раз те самые ситуации, где мы сталкиваемся с границами, с пределами возможностей, языковых. Не можем назвать что-то. Не потому, что оно неважное, а может быть, потому что именно очень важное. Или какое-то очень поразительное. Вот это меня занимает в литературе. Но мы немножко отвлеклись. Мы вообще говорили о том, зачем люди читают поэтологическую литературу. Знаете, я сейчас подумала, может быть, вы еще не очень понимаете, что искать. Вот. Как могут функционировать поэтологические элементы в художественном произведении. Вот смотрите. Вы все видели Исаакиевский собор. Да, пожалуйста. Вы рассматривали фигуры на соборе. Вот. Вы знаете, что среди фигур Монферран изобразил самого себя? Что у него в руке? Он что-то держит в руке. Ну, чтобы точно никто не перепутал, что это не святой какой-нибудь. А он, Монферран, Огюст. Что у него в руке? Чтобы точно было всем ясно. Модель собора. Модель собора у него в руке. Чтобы уже точно было, да? Но вы помните, что из-за этого еще вышла с ним такая неприятная история с Монферраном. Все на него очень рассердили, что вообще-то это не очень принято среди святых, так сказать, самого себя изображать на православной церкви. Да прямо еще и в России. Вот ведь. Да? Какая-нибудь задача? Я думаю, что и сейчас бы церковь была бы в ярости. Ну и тогда тоже рада она не была. И царь тоже был очень недоволен. Ну вот очень хотелось человеку себя увековечить. Он 40 лет работал над этим собором. И вот как-то, да, решил так вот наследить еще дополнительно. Вот теперь представьте себе. Итак, у нас есть собор. Там много всего. Вот разные фигуры. Господи, что-то все машу. Да. И среди всего, что там есть, там есть еще фигурка автора этого собора. Убавливаете? А в руках у этого автора есть еще сам маленький собор. Это же небольшой собор, а в его составе есть маленький соборчик. Понимаете? Это я вам к чему? Это я вам к тому, что называется поэтологическими элементами. То есть это элемент в художественном произведении, который воплощает само это художественное произведение или искусство литературы как таковое. Понимаете? Вот. Ведь мы же, если просто смотрим собор, он же велик. Мы же так все не увидим. И мы можем даже от ужаса забыть, кто такой Монферран. Но если мы в курсе насчет фигуры, если мы знаем, что у него в руке, то мы сможем осмыслить сам собор на совершенно другом уровне. Ну и автор его заодно тоже увидит. Понимаете? И такие вещи есть и в художественных текстах. Вот, например, вот, например, Пиранделла в нашем списке есть. Пьеса называется «Шесть персонажей в поисках автора». Мы сразу догадываемся, что речь идет о саморефлексии искусства. Правда? Театр, размышляющий о самом себе. Шесть персонажей названия пьесы. Шесть персонажей в поисках автора. Конечно, о людях, обыкновенных, кстати, людях, речь тоже идет. Но среди прочего, и это очень важно, раз в заглавии так обозначено, речь идет о персонажах, об авторе, о творчестве и так далее. Вот. Или, например, во второй половине XX века у нас есть в списке, что у нас есть в списке? Натали Сорот, например. Натали Сорот, роман «Золотые плоды». Но вы, конечно, еще не читали этого романа, как мы с вами читаем только список на первую половину XX века. Это неудивительно. Но когда будете вторую половину читать, припомните о том, что я сейчас вам расскажу. Представляете себе, Натали Сорот, писательница второй половины XX века, пишет роман, который называется «Золотые плоды». в этом романе речь идет о романе некоего придуманного писателя Брие, который называется «Золотые плоды». Вот так вот. Причем ни этот Брие придуманный, ни сам его роман «Золотые плоды» не существует. Кстати, о пустоте в литературе. Понимаете? И она наворачивает вот эти вот разговоры о том, что есть литература, да каков этот роман, да. Вот. Ну, собственно, на пустоту. Знаете, как катушка ниток, что-то на, а внутри-то пусто. Борхес тоже любил придумывать. Совершенно верно. Это вообще очень свойственно литературе 20 века. Попробовать свои возможности на пределе, когда практически уже исчезает объект изображения. Ну вот зря я сегодня заговорила об этой пустоте. Я сейчас хотела одно рассказывать, но сейчас я спохвачусь. Ладно. Ну, мы вообще-то, нет, на самом деле мы все еще по теме разговариваем, потому что речь это о поэтологических элементах в произведении. И мы вспомним, вот Натали Сарот, придуманное художественное произведение, стоит в центре ее художественного произведения, и об этом и идет как раз речь. И может все, что говорится о романе «Золотые плоды» у Натали Сарот, может быть применено к ее собственному роману. Вот как-то так. Ну, хорошо, ладно, Натали Сарот, может, не самый удачный пример, потому что вы тексты не читали. А вот вы наверняка читали Маркеса «Сто лет одиночества», правда? Или кто-нибудь читал? Ну-ка, поднимите лапу мне хоть на кого смотреть. Вот. Ну, значит, кто пытался, только если начал читать, то тут сейчас вы не поддержите разговор, а кто дочитал, тот вспомнит, что мы читаем-читаем такое эпическое повествование о целом роде, Буэнзи, а читаем-читаем-читаем-читаем. И вот когда-то в конце, когда мы уже втянулись в это весьма странное повествование, когда нам это все-таки удалось, в конце концов выясняется, что все, что мы читали, не факт, что оно было на самом деле. Потому что ведь похоже, выясняется, что это таинственные письмена некоего цыгана Мелькиадоса, которые как-то расшифрованы, но мы точно не знаем, правильно или нет, правильно или нет. И вообще неизвестно, было ли все то, о чем нам рассказывал Маркес на протяжении многих-многих страниц и многих историй персонажей. Вот это все совершенно неизвестно. Понимаете? То есть получается, что в тексте весь роман повествует о содержании некой рукописи. Это тоже поэтологический элемент в литературе. Понимаете? Мудрейшие. А у Булгакова мастера, не зря, не зря там речь идет о тексте. Ну и вообще, да, это очень, конечно, мудрый текст. А Гоффман, да, который пишет, конечно, молодцы, вот, Гоффман, Кот Мур, да, там даже сталкиваются два текста, и мы можем их сравнить и подумать, как по-разному функционирует литература. Одно, один роман, а потом еще Кот что-то приписывает, это же прекрасно, да? Вот, хорошо. Вот, то есть поэтологическая сторона у литературы, в общем, всегда была. Мы можем Сервантеса вспомнить, вот, если более, еще давние образцы поэтологической прозы взять. То есть, это всегда было, просто не всегда так было, что прямо вот в каждом произведении, буквально в центре, оказывается, поэтологическая проблематика, оказывается, вот реализуется эта саморефлексия, саморефлексия литературы. А происходит это в 20 веке именно из-за того, что нет, разрушен вот этот консенсус, когда общество, вот, оказывается, думает одно, а литератор и другой. Вот, зазор образуется, от этого мы, как Полина, вслед за литературой спросим, что же тогда есть такой литература, художники и писатели увлекаются этими размышлениями и отражают их в своих произведениях. Вот и получается, это высочайшая степень вот саморефлексии литературы, которая отражается в текстах. И, кстати, очень высокая степень интертекстуальности. Вот мы сейчас разные тексты вспомнили, они все цитируются. И вы можете обратить внимание, в литературе 20 века огромное количество цитат, потому что это тоже способ, способ поразмышлять о том, что такое литература. Если бы Монферран, ну, предположим, изобразил у себя в руке на соборе не свой собственный собор, а, скажем, какой-нибудь готический собор, вот это было бы уже просто постмодернистское произведение, да? И это был бы уже такой интересный вывер, такой коленцевый получился. Но это тоже была бы саморефлексия искусства. Искусство рефлексирует свои собственные возможности и разные периоды своего творчества. Это тоже очень... Вот такого типа произведения литературные возникают нередко. В 20 веке и в 21 веке тоже. Вот к чему все это собираем, да? К тому, чтобы нам продолжить наше размышление о том, зачем я все тяну старую нитку-то. Я все хочу все-таки знать. Зачем же нам-то это все тянуть? Ну, ладно, Агюста Монферрана беспокоила, что он создал вот такой собор, да каков он собор, да как его осмыслить и какой у него род был деятельности последние 40 лет, которые он занимался этим собором. Хорошо, да? А нам-то зачем? Ну-ка, давайте подумаем еще. Мы уже много-много всяких причин привели, почему следовало бы почитать такую поэтологическую литературу. Но по вашим лицам я вижу, что вы многие еще совершенно не убеждены в необходимости этого занятия. Ну-ка. Ну, потому что у вас экзамен будет. Это вам, конечно. Ну да, из чистого любопытства, чтобы понять, о чем книга, но может закрыть книгу и не понимать, о чем она, если у вас экзамена нет, предположим. Если мы представим себе более естественную читательскую ситуацию, то есть читатель, так сказать, натуралис, который читает просто, да, не для экзамена. Может, стоять на месте этого литератора, которого обвиняют постоянно в том, что он не соответствует общественным ожиданиям. Можно лучше вникнуть вообще в культурную ситуацию данного времени, да. Окей, хорошо. Это возможно. Хорошо. А еще? Все равно? Ну, как прием прочитать между строк в этом, что есть же там приемы, которые авторы делают для общества, а есть что-то, что он хочет сказать. Можно попробовать, можно иметь в виду, что вот он пишет саморефлексивные произведения, а имеет в виду еще что-то другое между строк. Это тоже можно вычитать. Хорошо. А все-таки именно вот эти саморефлексивные фрагменты для чего? Нет, слушайте, я вот от вас не отстанусь. Полезнь в литературе какой-то. Чтобы всплакнуть, так сказать, какой ужасной стала литература. Ей больше не о чем нам сообщить, кроме как о себе самой. Ну, можно так драматично вот принять ситуацию, но не нужно. Это не обязательно. Нет, давайте дальше думать. Все, не отстану от вас. Вот смотрите, подождите, вот подождите. Вот смотрите. Если писатель рассуждает о том, что есть литература, вот я утверждаю, что это касается всех нас, потому что рассуждая о том, что есть литература, он ведь прежде всего рассуждает и об основном инструменте, которым литература пользуется. Это какой инструмент? Слово, сказали они хором. Верно. Правильно. Действительно. Это язык. Это язык. Значит, получается, что, понимаете, нам может быть не так интересно рассуждение живописца о красках, если мы сами не рисуем. Нам может быть не так интересно рассуждение композитора о нотах, если, допустим, мы их не умеем читать. Допустим. Но рассуждение литератора о словах и о языке нам никак не могут быть неинтересны. Потому что мы все пользуемся речью и языком. Причем это не просто мы используем язык, вербально, функционально. Мы самые важные вещи осуществляем именно вербально. Ведь мы же думаем словами. Получается, это же наш инструмент. Вот давайте подумаем, а что такое литература? Да, хороший вопрос по прошествии нескольких курсов по истории зарубежки. Я правильно ручила? Но вдруг, мне кажется, что сейчас нам стоит об этом задуматься. Что такое литература? Владение языком. Ну, в общем, прежде всего, это, конечно, искусство, да, словесное искусство, да, это умение использовать все возможности человеческой речи. Ну, вот в начале 20 века такая была литература веческая школа, формализм, формалисты, да, вот русские формалисты как раз были впереди, так сказать, планеты всей. Роман Якобсон и Юрий Тынянов много этим занимались, этой проблемой. Они заметили, что на самом деле, ведь нам точно неизвестно, что такое литература. Ну, это и позже можно было заметить, конечно, и раньше тоже. Ну, вот они обратили внимание на такую, что ли, шаткость, зыбкость так называемого, естественно, понятия литературы. Если мы сейчас изловим какого-нибудь человека на улице, ну, к примеру, приведем сюда и спросим, что такое литература? Или даже на улице прямо спросим. Он тут думает, он скажет, что он не знает? Конечно, нет. Он скажет, что он знает. Он сейчас нам в два счета объяснит. И он начнет объяснять. Вот что он будет объяснять? Ну-ка, скажите мне. Это книги. Это то, что напечатано в книге. Значит, мы про себя подумаем, хорошо, вся электронная литература. Прощай. Вся литература. Все устные. Ладно, не хотите электронной литературы. Прощай. Может, кажется, что это не важно. А фольклор за что? А все устные народные творчества туда же. Вот. Значит, мы посмеемся над ним, но в виду не покажем. Мы дальше будем спрашивать. Что еще он скажет? Что такое литература? Это столпы. Он назовет имена. А мы скажем, хорошо, ладно, Пупкин наше все, допустим. Хорошо. А другие литераторы? А какой-нибудь совершенно неизвестный литератор? Какой-нибудь, не знаю, очень невозмышленного письма литератор? Что ли пропадает в таком случае? Потом мы обратим внимание на то, что канон у каждого времени свой. Мы вот сейчас говорим, какой великий писатель Гоффман. А ведь до рубежа 19-20 веков никто и помнить не хотел о страшных рассказах Гоффмана. Считалось, что это так, в общем-то, не совсем приличное удовольствие страшилки такие писать. И ценили Гоффмана совсем за другие произведения. И вот только на рубеже 19-20 веков сочли, что все-таки да. И вот страшные сказки, которые мы сейчас знаем, тоже что-то, что-то в них есть, было замечено. То есть мы можем поспорить, конечно, про себя. Не будем, но можем. Что канон литературы, если уж хочется называть имена, канон литературы меняется и радикальнейшим образом. Так что не стоит опираться на канон и говорить, что это литература, а то остальное, знаете, это не литература. Мне очень нравится эта утверждение. Вы вообще наверняка его тоже слышали. Мне кажется, часто люди как раз это говорят, которые, в общем, даже совсем как раз не догадываются о том, о чем догадались русские формалисты в начале 20 века. О том, что шатко и зыбко естественное понятие литературы. Что еще будет говорить такой человек? Итак, он скажет, что это то, что напечатано в книге. Он будет бравировать именами, он назовет три имени, которые он знает. Еще что? Сужеты будут перечислять. Он будет перечислять истории какие-то. Он будет, наверное, говорить, что это что-то поучительное, может быть, что это что-то прекрасное, как он себе это представляет и так далее. Мы будем улавливать здесь тоже хвосты представлений 19 века. Что-то мы вот увидим. Но на самом деле мы с каждым из этих пунктов сможем легко поспорить. Не будем этого делать, но можем легко поспорить. Так вот, русские формалисты в начале 20 века обратили внимание именно на это, на шаткость естественного понятия литературы. И предложили заменить, то есть не спрашивать себя больше, что такое литература, раз это понятие изменчивое и неуловимое, а спросить себя тогда, что такое литературность. То есть что превращает отдельно взятый текст в литературное произведение? Какое у него должно быть такое свойство, чтобы мы могли счесть, что это литературное произведение? Что должно быть этому тексту свойственно? И вот они увлеклись понятием литературности. А понятие литература забросили, поскольку оно изменчивое и неуловимое. Это только кажется непросвещенному человеку, что на самом деле ясно, что такое литература. И вот когда формалисты стали искать тексты, с помощью которых им лучше всего удалось бы понять феномен литературности, то есть что превращает текст в литературный текст, что позволяет нам приписать ему такое свойство и рассмотреть его в контексте литературы, они обратили внимание именно на поэтические произведения, на стихи, которых, к сожалению, в наших списках нет. Потому что, вот, кстати, об отсутствии, о значимом отсутствии чего-то. Ну, потому что стихи все-таки нужно читать в оригинале, а то надо ожидать, чтобы мы все могли прочитать в оригинале стихотворения поэтов из разных стран. Так что их нет. Но считается, что именно в поэтических текстах литературность проявляется в наибольшей степени. Не что же это такое, литературность. Это вот именно способность художественного текста предъявить все возможности языка в максимальной степени. То есть довести язык до предельной выразительности. Сделать так, чтобы в маленьком тексте был максимум смысла, чтобы было очень плотное сообщение. Отсечь какие-то сложные соотношения жизненной коллизии, которые, может быть, не так существенны, раз мы хотим весь мир уместить в одном маленьком тексте. Отказаться от этих всех коллизий. Сохранить только что-то основополагающее. Как-то особым образом сэкономить языковые средства. Сделать как-то, привести язык в такое состояние, чтобы на минимуме пространства, например, на одной странице поэтического текста, или на ста страницах какой-нибудь новеллы, например, или в романе. Все равно это уплотнение смысла. Чтобы на этом был обрисован целый мир. То есть привести речь в такое состояние, в котором она может продемонстрировать максимум своих возможностей. Такие возможности, которые речи в жизни обычно не нужны. Нам не нужна предельная выразительность речи. Нам не нужно обычно в обыденной жизни, чтобы в словах мерцали все имеющиеся у них значения. Как правило, в обыденном общении нам довольны того, что мы понимаем, в каком значении какое-то конкретное слово употреблено. Правда? И это как раз облегчает нам общение. Это все вам рассказывали, наверное, в каких-нибудь теориях коммуникации, или такое еще важное, да, наверное, рассказывали. Рассказывали? Вот. Так вот, в обыденной речи нам как раз удобно, чтобы однозначно использовались слова. Или в научной, например, речи, когда есть термины, и хочется, чтобы они очень точно использовались. А в художественной речи, особенно это заметно в стихах, слово помещается в такой удивительный контекст, что в нем высвечивается не только то значение, о котором мы первым подумали, но и все остальные значения тоже как будто мерцают. И получается, что именно в этом пространстве, в пространстве художественного текста, вот речь демонстрирует максимум своих возможностей, максимум выразительности. То есть она скажет нам то, что в таких количествах будет сообщение проистекать из одного какого-нибудь, даже короткого высказывания, это никогда не бывает в других сферах человеческой жизни. Значит, рассуждая о литературе, писатель как раз рассуждает о языке, о его возможностях, которые на самом деле в жизни нами обычно не используются, нам не нужны. Но это же очень важно знать, каким инструментом ты обладаешь. Если уж тебе дан в руку инструмент для размышлений, а ведь у нас именно такой инструмент, для размышлений язык, то хорошо знать, что, в общем-то, этот инструмент умеет. И вот именно что этот инструмент умеет, что наш язык умеет, и показывает художественная речь. Поэтому всякому человеку, и пишущему, и не пишущему, а хотя бы просто думающему хоть что-нибудь, очень важно размышлять о языке и о речи. И в этом смысле, конечно, поэтологические именно произведения могут очень помочь. Есть сейчас ясно? Потому поэтологические произведения, они так и живучи, они так и интересны веками. До нас дошли ведь образцы, вот вы начали называть, вы же отдаленные во времени образцы поэтологических текстов нашли. Казалось бы, если бы это было интересно только писателям того, допустим, времени, но это бы никто уже не знал. А эти произведения живут, и живут, и живут, и продолжают существовать. Потому что они какую-то большую пользу приносят. Знаете, я сейчас вспомнила, это такая исследовательница возможностей мозга Бехтерева, может быть, вы о ней читали, по-моему, она недавно умерла. Вот я однажды смотрела с ней интервью записанное, и там ее журналист, вот ваш коллега или журналистка спросил, что ее больше всего поразило в ее исследованиях, когда она исследовала человеческий мозг, что ее поразило больше всего. И она, знаете, что ответила? Что больше всего ее поразило, сейчас я, конечно, не точно цитирую, это давно все было, вот ее больше всего поразило, что у человеческого мозга есть такие возможности, и это доказуемо, которые, в принципе, не могут ему понадобиться в условиях Земли. Ну, то есть человеческий мозг может такое, что ему не то, что никогда не понадобится, но вообще и не может понадобиться. Я, конечно, тут не знаю, поскольку у исследователей мозга из меня совершенно не какой-то, но, во всяком случае, мне кажется, что сама вот эта идея и наличие неких возможностей, которые никогда не понадобятся и, может, даже никогда не понадобятся. Это очень интересный для меня был момент. Можно сказать, что в поэтическом тексте, как квинтэссенции художественной литературы, ну и вообще в литературе, как квинтэссенции речевой человеческой деятельности, в этих сферах, в этой сфере, это одна сфера художественной литературы, проявляются максимальные возможности языка, которые действительно нам не только не понадобятся, но, может быть, даже они нам никогда не понадобятся ни в каких других сферах, кроме как вот эта. И потому надо смотреть в оба. Я вот к чему. Надо смотреть в эти поэтологические тексты, которые вдруг в истории литературы вот так сложились, что увлеклась литературой рассуждениями о себе самой особенной. Вот надо ловить момент, надо смотреть, что она там видит, литература. Ведь это пишут люди, которые ближе всего к словесному творчеству, они ощущают эти возможности более всего и болезненнее всего, пределы этих возможностей ощущают. И вот это вот все мы можем усмотреть, да, в наших текстах. Так что, если даже вам покажется, что произведение больше ни о чем, кроме как о литературе, это вовсе не значит, что это непригодно для вас произведение. Я уж не говорю о том, что вы пишущие люди, да и просто вы же думающие, а думаем мы словами. Так что неплохо нам знать, какой инструмент дан нам в руки. Да. Ну хорошо, это я немножко опять отвлеклась. А мы с вами говорили, как реагирует литература на принципиальную ситуацию. А принципиальная ситуация состоит в том, что все думают, что литература то, чем она вовсе не хочет быть. И кажется, таковой она и не является, да. Вот она увлекается саморефлексией. Это вы уловили вот эту ниточку сейчас? Очень хорошо. Как еще может реагировать литература? Ну вот, например, какие-то старые задачи традиционные, компенсаторные или дидактические функции. Вот ведь может какой-нибудь автор сказать, что ну вот не удавалось до сих пор эти задачи выполнять. Так это же не потому, что задачи плохие-то такие. Функции-то хорошие. Просто вот не получалось их выполнить, потому что неправильно пытались это сделать. Может такой быть, такая реакция литературы? Можно сказать, нет, вот функции-то были верные. Просто мы неправильно пытались их выполнить. Это довольно редкий вариант литературы, но все-таки он существует. И о нем надо сказать тем более, что в нашем списке есть Бертольд Брехт. А Бертольд Брехт как раз автор, пытавшийся, упорно на протяжении всей своей жизни, пытавшийся все-таки выполнить дидактическую функцию литературы, воспитать зрителя. Вот он утверждал, что задача хорошая, воспитать зрителя. Она и должна оставаться у театра. Пусть будет. Просто театр был несовершенен как инструмент для обучения зрителя, для воспитания зрителя. Значит, надо его как-то трансформировать, и все будет получаться. И так и возникает у Брехта теория эпического театра. Он придумывает целую теорию только для того, чтобы приладить инструмент литературы и инструмент театра к этой старой задаче, к дидактической функции. И пытается воспитывать человека, ну и, конечно, совершенствовать с помощью воспитанного правильного человека мир. То есть он пытается выполнять традиционную задачу, но новыми средствами. Хотя, конечно, такие персонажи в истории литературы, как Брехт, скорее редкость. Чаще всего силы литераторов брошены на третью задачу, которая связана у нас с... Какая-то задача? Усовершенствовать человека, а вместе с ним и мир. И мы с вами рассуждали о том, чем отличается фронтальная педагогика от всякой другой. То есть мы помним, чем отличается дидактическая функция, вторая, от вот этой третьей, связанной с усовершенствованием человека, средствами, не связанными с прямой дидактикой, с прямыми поучениями. Вот в большей степени, конечно, литература тратит свои силы на попытку выполнить третью задачу. И эта третья задача до сих пор актуальна. Итак, литература пытается создать некое художественное пространство, в котором человек может сам обрести необходимые ему знания, не подвергаясь прямому поучению. Что для этого нужно? Как должно выглядеть произведение, чтобы оно вот такую задачу выполняло? Ну-ка, давайте подумаем. Мудрейшие не спать. Какие-то вы прям не будут. Может, окно открыть? А, вот как раз не открыть, да вам дует. Хорошо. Ладно. Можно что-то такое рассказывать, как бы не связанное с жизнью человека. Как бы так похоже. Совершенно верно. Хотя это тоже, хотя это тоже все-таки будет уже напоминать, это будет обладать некоторой навязчивостью, я бы сказала. Все равно это уже наградится все-таки с прямой дидактикой. Давайте еще что-нибудь. Как построение детектива, есть, ну, мне так кажется, что несколько каких-то фактов, которые человек может уже сразу начинать обдумывать и соединять его цепочкой. Вот, замечательно. Можно, например, создать повествование чрезвычайно фрагментарное, из отдельных элементов. А связи между этими элементами не прописать. Вот, чтобы человек сам спродуцировал свое знание, да? Значит, произведение ведь должно быть очень многозначным. Если мы все связи пропишем, многозначность утратится. Помните, да, мне кажется, мы даже говорили об этом. Мы можем себе представить, что мы посадим 10 человек, читать Льва Толстого, Войну и мир. И примерно они что-то похожее поймут. С разной степенью глубины, высоты там и так далее, да, и ширины. Вот, во все видимости. Но все-таки, вот, какое-то направление у них будет общее размышление, да? Но мы с легкостью можем себе представить 10 человек, читающих Джойса, вот тут же. И, ну, либо все 10 ничего не поняли, либо они поняли совершенно разные вещи, да? И каждый понял, что, если они поняли, то они поймут, наверное, разные какие-то вещи. Мы можем полагаться на то, что вот эти непрописанные какие-то связи между элементами разные личности могут выстраивать по-разному, и, значит, получается, будут у них разные, в общем-то, художественные произведения. Так получается. Это хорошо. Вообще все хорошо. Что есть, то и хорошо. Я так считаю. Вот мне все нравится в литературе. Это же очень хорошо, когда 10 человек сели и поняли одно и то же. Толстой бы очень радовался. Хотя, наверное, он не понял, не был бы доволен глубиной, понимаете. Но в целом ему было бы приятно, наверное, да? А Джойс, наверное, был бы доволен вот этим индивидуальным прочтением. Это очень все замечательно получается. Так вот, как это выходит? Как получается так, что произведения 20 века часто могут читаться совершенно по-разному. Вот как наращивается эта многозначность? Ведь действительно, это очень важный элемент художественной культуры 20 века, многозначность произведений. Действительно, мы легко можем представить почти любое произведение из нашего списка в нескольких прочтениях, которые друг на друга совершенно не похожи. Отчасти этот эффект достигается, скажем, фрагментарностью повествования и непрописанностью связи между элементами. И я не хочу сказать, что писатель специально... Представьте, такой коварный писатель. Писатель специально решил усовершенствовать человечество. Это вообще страшный человек, наверное. Он вот так вот решил и специально сделал такое произведение, многозначное, просчитал заранее все возможности, составил, и все, потом он уже может спокойно умереть, потому что он уже усовершенствовал человечество. Так, конечно, быть не может. К счастью, писатели не понимают, что они делают, и это очень хорошо, потому что знания лишние не мешают им творить. Вот это очень легко. Но иногда они и понимают, есть разная степень рефлектированности, вот как в немецкоязычной литературе. Начало 20 века есть Гугофен Гоффмансталь, который безумно долго размышлял о том, что такое литература. Гоффмансталь, очень интересный писатель. Он и стихи писал, и драмы, и новеллы. Много рассуждал о том, что такое литература, что такое поэтическое творчество и так далее. А есть то же самое время, та же самая Австрия, вторая писатель, одинаковая, почти что-то выросшая. Ну, в общем, сходство большое. Райнер Мария Рильке, который писал, как немцы говорят, Ауздеймбаух, вот он просто, у него писалось, вот как-то само, и все. И он совершенно не увлекался вопросами, рефлексией. Ну, я не буду... Хотя нет, почему бы вам не сказать? Действительно, Гоффмансталь, он очень сильно увлекся рефлексией своего творчества, потом перестал писать стихи, не смог больше писать. А Рильке не очень сильно размышлял о своем творчестве, так всю жизнь стихи и писал. Правда, мило? В общем, писатели бывают разные. Но если я говорю, что литература выполняет функцию или пытается выполнять функцию усовершенствования человека, то это не значит, что это осознанная, осмысленная какая-то задача писателя. Это может быть такой задачей, а может и не быть. Он может вообще не рассуждать, просто писать себе и писать, как ему нравится. И это тоже очень хорошо. Но все-таки это усовершенствование человека и мира, это задача, которую общество приписывает, и писатель тоже приписывает своему творчеству. И функция, которую оно, это творчество, в какой-то степени действительно выполняет. Понятно, что многозначность очень важна для XX века и для XXI века. Действительно уже исчезает уверенность в том, что можно вылечить все человечество одной микстурой из одной ложки. Вот как Толстой придумал какие-то идеи, изложил их, и надеется на то, что это так радикально повлияет на общество, конечно, бессмысленно. В XX веке кажется, и уже, конечно, это не только в XX веке, это уже и раньше, кажется, что люди настолько сильно отличаются друг от друга, что вот этой единой микстуры не существует, которая всем поможет. Что тогда остается писателю, если он не может предложить единую одну микстуру для всех? Он может, конечно, сузить круг своих читателей еще больше, если он хочет совершить харакири, но таких находится, таких много. Хорошо. Или он может не предлагать читателю вот такую микстуру, одну для всех одинаковую, одинаково понимаемый разными людьми роман, а может предложить набор ингредиентов. Он может предложить набор, ну пусть это ограничено, довольно большой набор составляющих, из которых читатель может смешать свою личную микстуру, та, которая будет в его пропорции находиться. И там будут те самые ингредиенты, которые читателю... Интересно, мы с вами об этом поговорили уже? Нет. Ну тогда представьте себе, если мы еще не поговорили. Представьте себе, подносик и микстуры разные, вернее, не микстуры, извините, а ингредиенты. Конечно, никакой читателя в него не влезет сразу все, что уложено в роман какого-нибудь там Джойса. Это будет специфический очень человек, который все это поместится. Нет, потому что набор большой. Но читателю, вот на что надежда у нас может быть? Читателю, когда что-то ему нужно, вот это, что ему нужно, и бросится ему в глаза. Да? Вот человеку, что актуально, ну, условно говоря, голодный, видит на улице жующих. Вот. Что ему важно, то и он увидит. И что ему очень важно, того он возьмет побольше, того он заметит в этом тексте побольше. Ну, другого поменьше или вообще не заметит. И так он смешает лично для себя, в своей пропорции себе, индивидуальную микстурку. Мы, конечно, не знаем, поможет она или нет. Но то, что она для всех, точно не поможет. Это факт. И об этом мы уже хорошо знаем не только по результатам литературного творчества, но и по кровавым результатам тоталитарных режимов, которые тоже состояли, собственно, в том, что осуществлялись попытки лечить все человечество одной микстурой из одной ложки. Оказалось, довольно негигиенично и вообще страшновато. Значит, она не годится. Значит, попробуем вот так вот. Попробуем не целостное произведение, где значения и смыслы все уже прописаны, а попробуем как-то некий набор. Но это, вот опять-таки, только не подумайте, что писатель это делает нарочно, вот прям так он спланировал и сделал. Нет, как-то так получается. В силу разных причин у разных людей. Вот Кавка, например, пишет себя свои романы, никого не трогает. В 14-15-м годах он активно пишет два романа одновременно. Процесс и замок. Я вот не помню, что у вас в списках. Замок. Ну, можете и процесс читать. Это тоже подойдет. Потому что Кавка мог в один день пописать немножко замок, а потом немножко процесс. Это его не смущало. Понимаете? Вот это не смог делать Толстой. Понимаете? Ну, я, конечно, не знаю. Вот я не проверяла каждый день жизни Толстого. Но, в принципе, по типу письма это невозможно. Потому что с погружением же как-то писать было по-другому. Судач не ставил Кавка. Нет. Прелесть в том, что Кавка не ставил задач. Более того, Кавка писал отдельными главами. Вот представьте себе, он писал отдельными главами. Пишет он одну главу. Вот пишет. Потом еще какую-то главу пишет. Но ему не так интересно узнать, какая глава раньше, какая позже. Он складывает эти главы в конверты, вот эти листы. И в конечном счете никто не знает, в каком порядке расположены эти главы. Потому что ему это незанимательно. Он действительно делает так, как вы говорите, фрагменты. Ему вот интересно в пределах фрагмента. А связи между фрагментами неинтересны ему. Зато для нас его роман, который вообще для нас не планировался, это же вообще-то не планировалось для публикации. Хотя для нас его роман может оказаться бесценным. То есть необычайно ценным. Потому что мы можем за счет этого прописать свои связи между фрагментами индивидуально и осмыслить роман. И фактически, где будет появляться собственно роман, как некое целостное художественное высказывание. Они спят. Ага, слишком явная подсказка. Конечно, в голове. В голове у читателя. Как целостное художественное высказывание будет появляться. А не на бумаге. Это мы так думаем, что роман на бумаге. Нет. Там только набор ингредиентов. А все остальное, ну, надо затратить какую-то работу. Конечно, мы разные бутылочки можем смешать быстро, вы так думаете, да? Но если это микстура, которая излечит нас от душевных всяких болезней или профилактирует что-то существенное, то, конечно, за этим должен стоять большой труд. Вот чтобы соединить эти фрагменты, прописать связи между фрагментами, мы должны, конечно, изрядно поработать. Фактически мы оказываемся кем? Писателями. Писателями, совершенно верно. Мы оказываемся с авторами этого произведения. И как вы понимаете, писательский труд – дело тяжелое, да? Так что чтение литературы XX века, которое ожидает от нас вот таких вот затрат, это тоже очень тяжелое дело. Я рада, что что-то проясняется. То есть не нужно ожидать, что это будет читаться как готовая книга. Более того… Более того… Поделились? Более того, писатели специально… Некоторые писатели, не все, но некоторые писатели могут даже специально использовать прием, который называется ретардация чтения. Это что такое ретардация чтения? Замедление чтения. Это, конечно, бич для студентов, которые должны прочитать быстренько перед экзаменом. Я вас предупредила. А заметьте, сейчас начало семестра. Вы потом в конце семестра не жалуйте, что некоторые книжки не читаются быстро. Писатели очень старались. Вот Марсель Пруст, например. Марсель Пруст, например. Выстраивает текст так, что быстро его читать невозможно. Потому что ему нужно, Прустовскому тексту нужно, чтобы мы при восприятии воспоминаний Пруста о его детстве, вспоминали наше собственное детство и переплетали наши детские воспоминания с воспоминаниями Пруста. И только тогда этот текст будет работать. Вот поэтому Пруст и говорит, да, роман, я уже не помню сейчас точно, но роман это всего лишь оптический прибор, с помощью которого читатель может рассмотреть что-то в самом себе, что без него, без этого оптического прибора он бы ни за что не разглядел. Понимаете? Ну он бы намеренно это делал? Ну вот он, нет, он намеренно, есть его манускрипт, и там видно, что он намеренно мешал читателю набрать скорость чтения. Да, действительно. Все это для чего? Для того, чтобы читатель имел возможность насладиться своей ролью соавтора. Вы не посмотрели на меня глазами недобрыми? У меня уже самой страшно. Ой, как нехорошо посмотрели. Ну что же сделаешь-то? Такая у вас судьба. Еще и на часы смотрят, и не только снимут это недобро. Я уже забыла, когда мы с вами заканчиваем. Что, скоро уже? Пять минут назад закончили. Господи, да что ж я за человек, боже. Ладно, дайте дальше, ну чуть-чуть, дайте мне чуть-чуть. Хорошо, полминуты. Бедные вы мои бедные, господи. Ладно, ну держитесь. Значит, о чем это я? О том, что литература старается оставить лакуны для читателя, которые читатель будет заполнять, опираясь на собственный эмоциональный, интеллектуальный опыт, на все свои, так сказать, индивидуальные потребности и возможности, и становиться будет соавтором. И таким образом будет совершенствовать самого себя, причем самостоятельно, а не, так сказать, под ударом прямой дидактики, понимаете, да? А вот какими-то другими способами. В целом, это, конечно, задача вот уже важная и для XIX века усовершенствования человека и мира вместе с ним. Чшш, дайте так говорить. Но, конечно, искусство и литература ищут и других путей, ищут новых путей, ищут новых каких-то своих задач, и новые образы создаются. Чем может быть литература? Какую она может выполнять задачу? Или какие задачи она может выполнять? Беда только в том, что никакого консенсуса достигнуто не было. То есть традиционные представления остались под вопросом, под сомнением. А новые представления, их зародилось множество. Целый роман «Золотые плоды» можно об этом написать. Но нет одного блока представлений, с которым бы, допустим, огромное число читателей согласилось. Консенсуса нет. Традиционное разрушено, а новое, такое общепринятое, не сложилось. И мы бы думали, какой ужас, вот кризис-то случился. И мы с вами и думали, что кризис представления об искусстве, конец XIX, начало XX века. Но если мы посмотрим на весь XX век с этой позиции, окажется, что кризис этот никогда не закончился, потому что общепринятых представлений о литературе так и не наросло. А традиционные, все под вопросом, все под сомнением, их все грызут и грызут. Понимаете? И теперь мы можем спросить себя, если кризис продолжается более ста лет, кризис ли это? Конечно, нет. Конечно, нет. Видимо, это новое состояние литературы, к которому нам надо привыкать. Ну вот этим мы в этом семестре и займемся. Все. мехом, ясно-точек, сейчас нужно обходить на зарег� Finally 1-ой земле, Level 2, 4, 5, 5, 5, 7, 6, 5. Теперь мы домом и никого можно Продолжение следует... 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 Продолжение следует...